Друзья, привет! Я Любомир Борода. Наконец-то дошли руки снять обзор на продукцию компании Туше. Когда-то пару лет назад я делал обзор на тушенку свиную этой компании, когда я был на Кенбургской косе. Я варил макароны с этой тушенкой. Тушенка мне очень понравилась. После этого я стал заказывать у этих ребят постоянно продукцию. И в последнее время у них обновилась линейка. Помимо говяжьей тушенки и свиной тушенки у них появилась тушенка из баранины и большой арсенал каш. Есть рисовые каши, гречневые каши. Они есть как со свининой, с бараниной, с говядиной. И как бы все сегодня я попробовать и показать не могу. Чисто физически я не готов все это съесть. Но, например, в последней посылке пришла гороховая каша с говядиной. Я эту кашу никогда даже не открывал и не пробовал. И сегодня вместе с вами я хочу ее попробовать. Тут написано перед употреблением разогреть. Я нахожусь в Актовском каньоне. Со мной есть газовая плитка. И, собственно, давайте посмотрим, что там внутри. Разогреем ее и попробуем на вкус. А если мы посмотрим на состав каши, тут написано, что здесь свинины 63%, гороха 17%. Ну и плюс там соль, лавровый лист, перец и прочие пироги, короче. Вот. Все, давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Чем нравится мне вот эти открывашки. Нет ножа, если нет ничего. Смотрите, как она классно выглядит. Вообще похоже на тушенку, а не на кашу. Потекла, масло потекло. Выглядит достаточно хорошо. Спереди тут и маслица, и мясо видно. Давайте мы ее сейчас вывалим. Даже собачкам нравится такая каша, да, Джерри? Какая каша? Что это папа тут делает? Ну, раз Джерри нравится, значит, каша точно классная. Сейчас погреем ее и дадим оценочку. Но мясо тут не пожалели. Сразу видно, что это не гороховая каша с мясом, а мясо с гороховой кашей. Мясо с горохом, так сказать. Кстати, когда вот в гречневой каше, не успел я его отснять тоже, потому что взяли вроде много. Ну, знаете, иногда дома бывает лень что-то готовить, а дочке очень нравится. У меня гречневая каша как раз от компании Туши. Мы ее кидаем на сковородку, разогреваем, а она с радостью ест. Если просто, например, в жизни обычную гречку, ее особо есть не заставишь. И вот в гречневой каше тоже мяса много. Как бы и все кайфово. Каша разогрета. Выглядит она вот таким вот образом. Ну, как бы гороховая каша обычно не всегда выглядит аппетитно, потому что это гороховая каша. Но пахнет огонь. Очень даже кайфово. И соли нормально, не пересоленая. И как-то по вкусу все классно. И вот как перекус в походе на природе. Очень отличная штука. Стоит какие-то копейки. Парни работают по... Компания Туши работает по интернету. Можно заказать. Кучу всего у них и паштеты, и тушенки, и каши. И что-то еще. Фарш какой-то. Короче, много всего интересного. Можете просто заказывать все ящичек, всяких разных штук, закидывать в рюкзак, и всегда вам в дороге пригодится. А если даже не в дороге, то я говорю, дома мы кушаем такую кашу на ура. И все отлично заходит. И это намного круче, чем покупать тушенку на прилавках супермаркетов. Это я вам точно говорю. Так что рекомендую. Каша реально вкусная. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Пойду доедать.